Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Лето не за горами, и, соответственно, все больше и больше новостей с туристического фронта. Причем новости самые разные, то они пессимистические, то оптимистичные. Не так давно все мы помним, что закрыли любимую нашему народу Турцию. Это тот самый берег турецкий, который только в песне пел, что он нам не нужен. А вот выясняется, нужен сотни тысяч людей, говорят, забронировали туда туры. И мои федеральные коллеги все говорят, ах, Турцию закрыли. Еще вкупе с Танзанией. В Танзании, конечно, большой вопрос. Я не знаю, у меня ни одного знакомого нет. А, нет, мой папа, наверное, был в Танзании. Но это не считается, он не как турист был, а вот как турист. Я не знаю, почему Танзания, ладно, бог с ней. Но Турция закрыта, Турция закрыта, что делать? И, соответственно, об этом мы сегодня поговорим. Действительно, что делать? Тем более пошли на той неделе позитивные новости, что откроют другую любимую нашими туристами страну. Египет, берег африканский. Уже вот-вот, и туроператоры говорят, потирают руки, что, дескать, сейчас все ломанутся. И об этом мы всем сегодня и поговорим о том, куда ехать нашему человеку в предстоящий летний сезон. Хочу представить гостей нашей программы. Это Ирина Шереметкер, президент Ассоциации туризма Тверской области. И Евгения Переверзева, директор туристической фирмы «Кенгуру». Дамы, добрый день, рад вас видеть. И рад буду слышать ваши звонки. Дорогие телезрители, 300-190, звоните нам, у нас прямой эфир. Может, хотите спросить совета, куда лучше купить путевку. А может, хотите похвастаться, что я уже купил путевку во Флориду, например, или в Японию. Ну что ж, дамы, скажите, вот Турция, еще раз говорю, мои коллеги заламывают руки, все пропало, шеф, все пропало, поезд уезжает без наших туристов. Действительно, Турция вот так популярна среди русских туристов? Так, ну это вопрос, наверное, ко мне, да? Турция, конечно, очень популярна у наших российских туристов. И то, что их сейчас закрыли, это, ну, большая проблема сразу возникла. Мало того, что для работников туризма огромная проблема, конечно, это для тех, кто хочет отдохнуть. Потому что я каждый день, с момента закрытия, это был просто шквал звонков. И люди, знаете, они в основном, ну, во вторую очередь, интересовались тем, что будет с их деньгами, потому что они зависли непонятным способом, нет регламента, как их будут возвращать, такого общего. Но первый их вопрос был, что мы не отдохнули в прошлом году, мы не отдыхаем в этом году. Верните нам Турцию, мы просто хотим выехать на море и вывезти своих детей. То есть, конечно, это большая проблема. Куда брали? Путевки много, еще путевок было продано? Много. Путевок было продано очень много. Потому что Турция, это такая, ну, страна, сезон начинается с апреля, заканчивается глубоко в октябре, даже в ноябре. Конечно, они имеют возможность лететь три часа, то есть это очень удобно. И цены доступны за счет огромного выбора объектов размещения. То есть, достаточно хорошая конкурентная среда, цены не сумасшедшие. Но ведь в том числе говорили, что в Турции цены подросли на фоне закрытого Египта. Так-то? Ну, знаете, как подросли. Это все цены формируются рыночным путем. Если цены перестают покупать путевки, то, конечно, цены начинают падать. Если на них есть спрос, цены растут. Это называется динамическое ценообразование. Точно так же, как оно и в России, каждый объект размещения реагирует достаточно быстро. Ему тоже хочется, чтобы, знаете, не было все продано за пять минут по ценам, которые он там еще закладывал зимой. Конечно, это рынок. Ему тоже хочется заработать. Куда едут? Вот те самые Кемер и прочие? В Турции? Да. В Турцию едут вообще повсюду, повсюду. И с закрытием направлений основных Турцию, я бы сказала, ну да, конечно, ей, наверное, даже помогли. Ее разглядели со всех сторон. Очень стали популярны экскурсионные туры. Очень стала популярна Каппадокия, наверное, знаете, да, этот бренд, эти летающие шары, очень красивые. У нас тоже где-то в России пытаются сделать такую вот точку притяжения. Ну, это красиво, это хорошая идея, на самом деле, можно делать. Стамбул популярен, ну и, конечно, отдых на море. Почему я спрашиваю, да, потому что у меня, знаете, уже знакомы прям не один, не два человека, что именно в Стамбул мотаются. То есть, ну, раньше в Стамбул только я ездил, наверное, все на меня смотрели, что в Стамбул, там же море, ну, типа, нету. Кемер, Кемер, Белек и так далее, Анталия, вот. А я, наоборот, для меня это соприключается и так далее. То есть, ну, сейчас я смотрю, у меня знаком, причем, кто-то и по несколько раз ездит в Стамбул, вот почему я спрашиваю, куда берут. Это очень красивый, очень романтичный город, да, очень красивый. Есть специальные тоже места, например, вот крыша Тарт, все, наверное, знают, это когда вы сидите на фоне вот этого красивой панорамы Стамбула. Там еще специальные такие ребята подкармливают чай, у вас получаются красивые фотографии. Да, в общем, они, скажем так, они молодцы, они раскручивают каждую свою точку. Скажите, ну, вот говоря о возврате денег, ну, помним, когда закрыли внезапно Египет. Да. Как тогда возвращали деньги? Тогда возвращали деньги, ну, как перебронировали на другие направления тоже так же, или просто возвращали людям деньги. Проще всегда перебронировать. Ну, это тогда закрыли Египет, это был, знаете, как один из каких-то там огромного количества там, да, люди в Египет, в общем-то, тогда ездили. Ну, это была часть туристов, которая посещала Египет. В прошлом году это было, конечно, самое большое вот это вот такое, я не знаю, не побоюсь этого слова, несчастье просто случилось, когда закрыли все. Закрыли все, и вернуть такую массу денег людям просто невозможно. А вот сейчас Турцию закрыли, я к чему спрашиваю, можно ли использовать этот египетский опыт возвращения денег, либо перебронирования и так далее? Нет, конечно, нет. Потому что, вы знаете, как, вот деньги, которые оплачивают туроператорам, они не остаются у туроператоров на счетах, они не могут там их держать, предвидя какую-то там сложную ситуацию, что, может, мы потом вернем. Нет, они используются. Есть куча других контрагентов, которым нужно заплатить. Отель просит свою предоплату, там, чтобы поставить чартерный рейс, тоже нужно заплатить. Никто не будет просто, честное слово, и потом по факту выполненных работ выставлять вам счета. Потом деньги, они сразу уходят, их просто нет. И в прошлом году... А египет как возвращали в таком случае? Ну, опять же, это был небольшой процент от проданных туров. За счет оборотки, если вот так говорить, за счет оборотки. Поступил там деньги за какой-то тур, другой. Вообще, египет, это была, можно сказать, вообще не страшная история, по сравнению с тем, что сейчас. Мне просто сегодня показалось, что Турция и Египет, это наши два кита, выездного туризма. Мне всегда казалось... Это самые доступные направления всегда были для отдыха на море. Турция лето традиционно, Египет зима. Был вот так у нас. Ну, хорошо. Скажите, мы еще вернемся. Какие варианты можно предложить сейчас людям, которые купили в Турцию путевки? Денег нет, хорошо, вы держитесь. Что можно предложить людям? Ну, знаете, стараемся предлагать те варианты, которые открыты. Сейчас, к сожалению, открыто очень мало стран. Их можно пересчитать по пальцам одной руки. Давайте посчитаем. Мальдивы. Далеко не каждый может себе позволить. Это всегда было направление для людей, которые очень хорошо работают. Говорят, там ограничение болезни для русских туристов. Нет, сейчас Мальдивы, знаете, просто делается ПЦР-тест. Любая страна принимает туриста открытые. Я про ПЦР, я про использование напитков всевозможных вкусных. А, ну, это другое. Если вы хотите, вы приходите в турагентство или звоните, вы говорите, мне обязательно все включено. То есть все понимают, что вы не хотите оплачивать на месте, потому что оплатить можно, нельзя привезти с собой, нельзя выйти за территорию. Тут такой отель-остров. То есть вы никуда не выйдете. А, резервация. Да, да, очень красиво. Вы попадаете в рай, на самом деле. Мальдивы это очень... Я фотографирую. Очень хорошее направление. Но дорого. Очень дорого, конечно. Как в том, это мультики один палец загнули. Мальдивы. Только я сам себе буду загибать. Значит, что еще открылось? Ну, как открылось? Полетели прямые рейсы авиакомпании Аэрофлот на Сейшелы. Ну, цены сопоставимые с Мальдивами. Потом, Эмираты. Эмираты тоже для нас сейчас открыты. Цены выросли, наверное, в три, а то и в четыре раза по сравнению с тем, что было раньше. Потому что направлений нет. Турпоток как-то перераспределяется. Ну, я бы сказала так. В Москве достаточно обеспеченных людей. Очень много людей, которые привыкли зимовать в теплых странах. Для этого они выбирали раньше. Доминик. Ты в Росфилке обрамотишь, что ли? Ой, ну, знаете, достаточно в Москве, помимо Росфилке. Росфилке обрамовича. Да, в общем, есть платежеспособные люди, которые так привыкли проводить время. Они работают удаленно. Почему бы им там не сдавать? Даже была такая практика. Вы сдаете квартиру здесь, а на эти деньги вам хватает, чтобы уехать. Например, провести, неправильно сказал, не Доминикан, а, конечно, Таиланд и Бали. Это были самые популярные точки. Сейчас все, кто может, точно так же пытаются провести время в Эмиратах. Но, опять же, спрос рождает. Извините, Евгений, я вас перебью. А мы сейчас проведем время с рекламой. Три минуты не переключаясь. А потом мы еще загибаем пальцы, куда можно поехать, кроме берега турецкого. Мы снова в прямом эфире. Программа «Тема дня». Мы сегодня говорим о туризме. Просто говоря, куда нам летом предстоящим поехать. Кому-то, может быть, уже и не летом, а примерно на майские праздники. Президент вроде как всех обрадовал. Десять дней целых будем отдыхать. Правда, кто-то говорит, что не все. Ну да ладно. Итак, да, мы загибаем пальцы. Доминикана. Нет. К сожалению, очень ждем открытия Доминикана. Куда еще можно? Куба. Куба, любовь моя. Да, и причем недавно совсем открыли возможность отдыхать на привычном для нас курорте Вородера. До этого было только открыто два маленьких острова. Там прям вот очень был маленький выбор отелей. И что у нас еще осталось? Что и все, правда? Да. Ну вот как-то и все. Вот как-то некуда людей отправить сейчас. Вот действительно некуда. Ну, Россия. Есть еще сейчас отдых в России. Про Россию мы обязательно поговорим. Про Россию мы обязательно поговорим. Про Тверскую, тем более, область. Регион у нас туристический. Поэтому мы про это все обязательно поговорим. Хорошо. А Европа? То есть все закрыто вообще? Все закрыто. От Исландии до Низогреции? Да. Все закрыто. Есть несколько стран открытые. Туда можно поехать с определенными, определенным категориям граждан. Нужно представить... Про Украину, что ли? Нет, нет, нет. Нужно там, допустим, любую. Там какая-то важная Европа. Если вам нужна какая-то, вы должны предоставить справку на лечение. Вы, например, едете. У вас там родственник живет. Или у вас там недвижимость или бизнес. Все это нужно обосновать, доказать и подать на визу. Так просто не выпустят. А ПЦР или... Этого не доставить. Это будет обязательно. У нас нельзя сейчас ни в одну, по-моему, страну поехать без ПЦР. Вообще ни в одну. Вообще. В Чили, я не знаю, там Канада, Танзания, прислалуты. Да, да. Еще и самолет не летает. Еще, да. Прям в Тамбов. Нет, ну ПЦР, ну почему? Мне кажется, это хорошая на самом деле мера. Вот, например, когда я летела в Турцию, мне было спокойно от того... То есть я из Турции вернулась неделю назад. И мне было спокойно от того, что я пошла, сдала этот ПЦР. Я знала, что все на самолете сдали этот ПЦР. И мы все прилетели, и явно у нас, ну, мы сократили до минимума возможность, да, передачи вот этого вируса друг к другу. Так что это хорошая мера. Она не стоит так огромных таких денег. А, конечно, жалко, что добавили на возврате еще второй. То есть люди возвращаются, они же должны сделать второй тест, загрузить на госуслуги. И сейчас еще добавили второй. Ну, вот это, конечно, вот уже бьет по бюджету. А если человек вакцинировался? Вот почему-то нет. Как ты? А в смысле вакцинаться тогда? Ну, вот не знаю, почему. Я тоже у меня задаюсь таким вопросом. Кстати, к вопросу Мальдив. Они только-только разрешили въезд без ПЦР-теста людям, которые привиты вакциной. Если сначала говорили только вакцины, которые одобрены в ВОЗ, то теперь они согласились, что это будет спутник ВИИ. То есть логично люди делают вакцину и должны были бы спокойно передвигаться. Ну, нет, видимо, у вакцины есть какой-то процент, на которых людей она не действует. Скажите, а вот если вы сейчас открыли Европу, вот мы сейчас расплевались в Чехии, на ваш взгляд, сильный тоже удар потенциально по туристическому бизнесу? Потому что, насколько я знаю, Чехия-то довольно популярна при вирусах туристов. Вроде Европа, а в то же время их бюджетно. Я думаю, это опять удар для туроператоров, для которых это было нишевое направление. Вот это опять для них удар, им трудно это чем-то заменить. Потому что пока, да, закрыта Европа. Да, но, допустим, если бы были все страны открыты, а Чехия увела свой вот этот тип демиссию, все вывела, да, и мы не можем у них открывать визы, то есть такое понятие Шенгена, если у кого-то кто-то открыл Шенген через другую страну, то в Чехию он тоже может поехать. Но опять же, это не в плюс, говорит, турпотока в Чехию. Но это мы все равно все говорим гипотетически, пока это все не открыто. Пока все закрыто? Смысл об этом? Да, пока все закрыто. Ну хорошо, но, опять-таки, не так давно нас порадовали наши власти. Сначала Лавров, но тоже не последний человек в государстве, все-таки министр иностранных дел, потом и сам президент, сказали, что вот-вот откроют Египет. Скажите, насколько быстро смогут туроператоры предоставить какие-то предложения отдыхающим? Когда пришла новость о том, что открывают Египет, мы были в этот момент в рабочей поездке с своими коллегами, ехали в автобусе, и у нас там в группу скинули вот эту вновь, у нас автобус просто вот такой весь кричал от радости, потому что действительно работать не с чем, просто не с чем. Но потом, когда мы вчитались в новость, то поняли, что сроков опять нет. Мы опять не знаем, когда откроют Египет. Я слышал, извиняюсь, перебью вас по срокам, было уточнение, что вот давайте только не на майских праздниках, после них. Да, потом сказали, что где-то 15 мая скажут, когда полетят чартеры в Египет. Они сейчас летают, прямые рейсы в Каир, но чтобы добраться до курорта, это надо потратить еще 10 часов. То есть желающих очень мало. Ну и 10, там до Хургады автобус 5 часов едет. Ну не 5. Ну я ездил 5 часов, около 5 плюс-минус. Ну допустим 6, а плюс вы вышли из самолета, прошли все вот эти формальности, собрались. Короче, день. Да, ну как-то тяжело. А в Шарм-Люшейх вообще на самолете надо лететь. Нет. Еще раз. Нет, 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 нет. Точно так же, на полчаса дольше. Точно так же едет автобус из Каира. Если вернуться к вашему вопросу, как только объявят даты, то туроператоры поставят чартеры мгновенно. Вот через 3 дня они полетят. Да, вот условно говоря, скажут Путин с 1 июня. Да, да, да. Можно сказать, все готово, все только ждут отмашки. Договорим с отелями, все уже есть. И встретят наших первых туристов. Я просто представляю, как обычно, когда вот так долго закрыты направления, потом прилетает самолет, их встречают, поливают вот этот вот, ну, такая струя бронзбой, так называется, да, поливают самолет, встречают там шампанским, песнями. Ну, конечно, наших туристов очень ждут. А что можно сказать о ценах? Вот я читал, ваши коллеги федеральные анализируют, говорят, что тур может будет купить, ну, в пределах от 300 до 500 долларов. Ну, в среднем, конечно, понятно, что можно при желании какую-нибудь ультра там заказать, там, за тысячу и так далее. Это уже дело человека. Вот вы согласны с такими оценками? Да, да, почему нет? Вот сейчас цены, которые после объявления вот этой новости, туроператоры уже стали подсчитывать турпакеты. Ну, конечно. К тому же цены, конечно, ну, они очень высокие, они нереальные. Ну, я думаю, это делается с целью, ну, а вдруг кто-то купит? Ну, что, если кому-то есть деньги, ну, купите. Ну, опять же, спрос выровняет все это предложение, и цены, ну, должны быть адекватны. Я думаю, что 300-500, это сколько по нашим деньгам? От 50 до 100, да, я думаю, вполне реально там для двух человек выбрать какое-то там направление. Трешку. Какой-то отельчик, трешку какую-нибудь, да. Ирина, скажи, а как ты прокомментируешь вот это тоже поведение, говорят, наших, вот, я тоже читал на «Коммерсанте» отельеров, которые на фоне закрытия Турции стали задирать цены на размещение в наших русских отелях. Ну, опять же, спрос рождает предложение. Мы сейчас столкнулись с тем, что зарубежные страны закрыты, что нашим туристам надо куда-то ехать. И, безусловно, спрос стал колоссальный. Средств размещения сейчас в достаточном количестве нет, тем более, если люди хотят отдыхать на море, то там, ну, у нас ограниченные территории, и... У нас есть Белое море. Море Лапсово, Карское. Ну, там, кстати, тоже идет развитие, народ туда стал ездить. Я думаю, что в скором времени будет модно ездить по России, потому что это будет, это достаточно дорогой отдых, эксклюзивный. Вот, но я думаю, что через 2-3 года, когда мы увидим, что построились новые отели, и рынок выровняет вот этот дисбаланс, идет очень активное строительство новых средств размещения. Даже по Тверской области это видно. Конечно, сезонность, вот, что касается нашего... Нашей... Средней полосы. Хотя ведь и в Крыму тоже зимой, мягко говоря, не покупаешься. Ну, не сильно тепло, да. У нас все-таки... Ну, сколько там, 10-12 градусов в среднем. Не тропики такие, как мы привыкли. Как Мексика, вот это, или Куба, Вородера. Нет, в Крыму вообще, конечно, не покупаешься. Но Крым очень хорошо развивается для приемов конференций, для майс-туризма. Да, делового туризма, да. А почему на Крыму так развивается? Ну, видимо, все-таки климат. Приехать туда, где пальмы зеленые. И историческая составляющая, в том числе. Люди любят экскурсии и куда-то сходить. Подышать морским воздухом, это всегда. Но, вот вы сказали, интересно, да, что деловые, то есть, конференции и так далее. Но в этой связи у меня сразу вопрос. Когда я поехал в Крым, мне плевать на все санкции США и так далее. А фирмы, разве не боятся, что там Госдеп, то же самое, или Евросоюз узнают, что там компания, не знаю, там, Иванов Инкорпорейтед провела выездную конференцию в Крыму. Они не боятся России, может, по санкции? Нет, нет, нет. Есть санкции, видимо, против каких-то там нескольких людей, а все остальные люди... Спокойно, достаточно в этом плане. Сейчас очень популярен становится Кавказ, горы. Это тоже российская территория, они все гостеприимны. Вопрос, конечно, то, что инфраструктура сейчас не настолько готова. Но и проблема в том, что наши россияне не умеют пользоваться, не умеют путешествовать по России. У нас система информирования вообще очень слабая в плане наличия информационных центров, достоверной информации в них. И если за рубеж, допустим, мы обратились в турагентство и там все рассказали, все показали, то по России только начинается вот этот период ознакомления. Сейчас очень много информационных туров, рекламных туров проводят, и рост туризма, и регионы. И уже туроператоры такие, как Евгения, они уже продают не вслепую наши объекты, а уже они там были, они понимают, что как ждать, уже контакты выстроены. Раньше такого не было, конечно. Это буквально, ну, пять лет назад об этом, в общем-то, никто и не задумывался, и никуда никто не собирался спросить. Все в основном ездили в рекламники за рубеж, открывали новые направления. А сейчас жизнь заставляет, конечно, путешествовать и по России, но на самом деле те, кто стал это делать, я не вижу недовольных, на самом деле. Ну, конечно, уровень сервиса, там можно закрыть глаза на некоторые, на многие вещи, да. И все мы понимаем, что мы 30 лет вывозили деньги и поднимали туриндустрию всего мира, да, и что туризм у нас даже становится турпоток политическим там инструментом в некоторых случаях. То сейчас, когда деньги остаются в России, когда есть как бы смысл открывать новые направления и выстраивать инфраструктуру, я думаю, со временем эта ситуация выровняется. А вот Кавказ, Северный, какие регионы-то? Это традиционные Кавминводы или что? Да, именно Воды и Кабардино-Балкария мы были в прошлом году, прям в аккурат до карантина. Шикарные места, горы, ледники, водопады. Честно говоря... Я должна согласиться, да, я соглашусь, потому что у нас тоже очень много запросов по таким, можно сказать, вообще забытым направлениям именно в России. И люди, которые едут, даже все уже даже и понимают, что не стоит ждать сервиса, не стоит ждать стандартов мировых. Все едут не за этим. За туманным запахом-то есть, что ли? Да, они едут за красивыми другими видами. За гостеприимствами едут. Да, все-таки, наверное, вот пандемия в этом плане точно помогла нашим отдаленным регионам вспомнить, что природа в России, она такая разнообразная и такая красивая. Я, когда стала тоже в пандемию больше уделять времени России путешествовать, я вот смело могу сказать, что я очень люблю Россию. Мне нравится действительно находиться в таких местах. Я действительно не расстроена от того, что у меня там отели уровня 3 звезды, и там на завтрак нет никакого выбора. Я просто к этому готова и еду за другим. Так что Россию, конечно, она сейчас приобрела многое с пандемией, и я искренне за нее рада. Пожар способствовал ей много к украшению, как Грибоедово, да? Можно это. Скажите, а вот такие регионы, как Алтай, вот власти заявляли, что они будут делать все, чтобы он стал доступнее, там как-то компенсировать и так далее. Скажите, действительно, стал Алтай, Байкал, все это доступнее для туристов, живущих здесь в центре европейской части страны? Кажется, Алтай, Байкал надо разделить, это разные направления. Но все равно раньше было недешево, скажем так. Ну, сейчас вводится программа, ввелась уже программа кэшбэка, и реально это очень простой инструмент для туриста, когда ему возвращают часть стоимости поездки. А как? Вот, Ирина, расскажи, вот как, вот, интересно, я думаю, сразу. Когда возвращают? Ну, у меня есть свое, конечно, мнение по кэшбэку. Ну, во-первых, сейчас кэшбэк у нас ограничен июнем. Да, это в межсезонье идет. Те, которые хотят полететь в Алтае, вы знаете, что в Алтае все объекты размещения сейчас до августа проданы. Вот как там всегда было это направление, круглый год забиты, так оно сейчас и есть. Им, в общем-то, наверное, нужно строить действительно номерной фонд. Не хватает номерного фонда уровня 4,5 звезд. Вот именно такого, высокого уровня. Я думаю, русскому человеку 4,5 звезд, мне кажется, массива не надо. Ну, кризис, доходы упали, то есть все, цены выросли. Ну, вот я вам говорю статистику официальную. А у вас все-таки человеку 5 звезд? Именно не хватает 4,5 звезд. Говорят народ, денег нет. Ну, видимо, частный сектор, он как-то, часть берет на себя, да, турпотока. А вот именно за комфортным... Нам же, ну, знаете как, то, что мы едем за границу и видим, другие стандарты качества, да, мы... Это обмен опытом, это очень важно. И, конечно, мы хотим, чтобы и у нас в России так было. А почему мы должны вот хотеть, ну, там Россия, но это наша рашка, и мы будем махать рукой. Нет. Мне кажется, это очень хорошо, если люди тянутся к лучшему и готовы это и получать, и, опять же, вкладывать. Ну, вот они в этом году очень остро ощутили, опять же, с тем, что опять закрыта Турция, еще что-то закрыто. Опять, ну, ощутили, что нужно вот уже строить качественный номерной фонд. Потому что некачественного у нас много. Советские гостиницы те самые. Ну, они немножечко отшлифованы, но, конечно, до уровня... Новые объекты, они всегда, конечно, совершенно отличаются, уже строятся по новым стандартам, которые разрабатываются, и уже под определенных туроператоров даже, потому что управляющая компания заходит со своим человеческим капиталом, со своим персоналом, ставит правильно бизнес, и потихоньку вот в этом направлении выстраивается такая достаточно уровневая система. Ну, конечно, вот даже у нас по Тверской области у нас пятизвездочников, но это только Рейдзис. Он пять звезд, да? Он пять звезд его. Есть еще Александровская Слобода пять звезд. Вот, ну, по пальцам пересчитать пятизвездочники, это мизер. А спрос-то, еще раз говорю, есть платежеспособность? Да, есть, конечно. Опять же, вы знаете, что в Рейдзис они там сплошные тоже корпоративы проходят. Это не в смысле гуляют, да, в смысле что... Да, конференции, конференции и так далее. Там прямо, насколько я так понимаю, сейчас уже очень сложно туда просто... Транспортная доступность там великолепная, поэтому туда доехать легче, чем в Москве куда-то попасть на какой-то объект. Дамы, ну вот вы говорите, что отели надо строить, строят. Ну, уже тоже вы неоднократно говорили о том, что уровень сервиса оставляет желать лучшего. Ну, хорошо, построят люди отель. А как сделать уровень сервиса на уровне Турции? Почему это не удается сделать? Ведь это же не беном, не то, что называется. Это не... Я даже не знаю, не могу понять, почему у нас горничная или там кто на ресепшене администратор не может работать так же, как туристский коллега. Ну, могу объяснить. Очень интересно. Потому что у нас очень большая сезонность. У нас рабочие месяцы, допустим, в Тверской области, это максимум один месяц зимой и два месяца летом. Потому что это сезон, когда тепло. Межсезонье у нас... А зимой? Ну, зимой еще месяц. А что месяц только? Ну, Новый год. И все будет. А просто так поехать в феврале куда-нибудь там... Ну, особо не ездят. Туры выходного дня они пока что-то настолько не поглощают. Все равно в это время у нас средства размещения забиты. Программа кэшбэка, она как раз позволяет отрегулировать вот эту сезонность. Это первое такое... А как она отрегулирует? Ну, потому что она работает в межсезонье. Когда горячий сезон, тогда скидок нет. Ну, доплата от государства нет. То есть, чтобы человек поехал на Алтай или на Тверскую область в октябре, к примеру? Да, ему возвратят часть путевки до пяти тысяч. И, в принципе, в общем-то, я слышу отклики от туристов, что неожиданно приятно, когда эти деньги возвращаются достаточно быстро. А как на карту капает? Да, карта мир. И вот через эту платежную систему идет общение. Ну, хорошо, сезонность и... Сезонность у нас получается как? Что работу надо людям, которые персоналу давать круглый год для того, чтобы они не бегали с одного места на другое, чтобы они стабильно работали, круглогодично и понимали, что этот объект существует, что там всегда загрузка. И тогда получается уже, что и собственник работает над качеством обслуживания, потому что есть с кем работать. Когда люди пришли, ушли, это сезонная рабочая сила, там, какое обслуживание может быть? Ну, как какое? Что так сложно? Запомнишь, условно говоря, три раза поклониться туристу и сказать «добрый день, сэр»? Это же так сложно? Нет, обучение персонала – это очень сложно. Вот в том-то и проблема, что все считают, что туризм... Это все просто. Это просто. Вот если я люблю путешествовать, я открою сейчас объект, и у меня будет все там ура-ура. Точно так же, как и рестораны открывают те, кто любит вкусно поесть. Это неправильно. То есть в каждой отрасли, в каждой системе бизнеса есть свои нюансы, и на самом деле обслуживание гостя – это обслуживание на очень высоком интеллектуальном уровне. Даже экскурсоводы у нас, в общем-то, кажется, что такого там экскурсию принять? А это должны быть образованные очень люди с поставленной речью, то есть с образованием, со знаниями. То есть эта индустрия не подразумевает вот такого вот наскока, что сейчас я там всех победю и выйду в дамки. То есть это серьезный бизнес, требует инвестиций и в человеческий потенциал в том числе. Вопрос, что у нас зачастую даже нет людей, которых можно обучать физически, потому что у нас все кадры вымываются с Москвой. Ну, что платить надо этим людям, чтобы не по-московски? Чем платить, когда загрузка идет, грубо говоря, 3 месяца в году? 9 месяцев отель так перебивается с хлеба на воду, там, сохраняя транспортную. Вот вы же сами сказали, что в Редисон не попасть. А, почему? Потому что транспортная доступность, потому что правильный вид туризма выбран, Майс Туризм, бизнес-подход. Потом Редисон – это международная сетка. Редисон в Завидово – это на данном этапе единственный отель в загородной зоне, потому что, как правило, Редисон, пятизвездочники у нас открываются в городах миллионниках. Ну, не только миллионниках, конечно, но с определенными условиями. Я вот слышал, к примеру, в Ульянске из Хилтон. Да, и очень высокие требования к персоналу. И очень высокие требования… Нет, у нас просто нету на данном этапе подходящих площадок, чтобы пятизвездочники открылись. Может быть, у нас просто земли нету под это в Твери. В центре имеется. В центре, потому что у них определенные условия размещения своих объектов. И пока этот вопрос остается открытым. Есть в Завидово. Там определенные… А как же в Москве, на то же самое Тверской Маре, вот что там обычно, это дом в Клинине среди других домов, что там подошло? У них, ну, такая специфика вообще организации с персоналом большие проблемы связаны. Нет, ну, вот я представила, вот такой дом, да, взять, вот как вы сказали, и у нас в Твери. Это займет пол Твери, действительно. Ну, там в Твери все эти отели не занимают пол. Нет, почему? Это все очень большие объекты, очень большие. Ну, как большие? Там требования есть. Если объект подходит, сейчас идут каким способом? Что непосредственно под заказчика, под управляющей компанией, типа туроператор, там, Рэнссон или еще какой-то, строят по их требованиям непосредственно там гостиницу, которую они потом будут эксплуатировать. Они выставляют, что у меня стульчик должен быть вот за столько денег, и именно вот у этого поставщика. И не копейка меньше, и пусть он будет там точно такой же с виду, но там такие нюансы как бы исключены. То есть это требования эксплуатирующей организации, это франшизы, и это там нельзя отходить от их стандартов, потому что отработанная система, и они отвечают за свои вот эти вот регламенты. Ну вот я тоже все время слышу это сетование наших владельцев отелей, что сезонность, два с половиной месяца в году и так далее. Скажите, а вот что у коллег там из Финляндии, Норвегии, там, не знаю, Шотландии и так далее, такие же проблемы? Там же тоже не покупаться большую часть года и так далее. Тоже у них, что ли, стоят? Мне вот так интересно, отели пустуют, получают где-нибудь в октябре, ноябре и так далее. Ну, ну, берем вот Финляндию. Я думаю, что в Финляндии нет теплого моря, поэтому у них вообще другая направленность. У них есть для них полететь на Кипр-то. По-другому бизнес вообще сам организован. Так можно тогда Финов и выстроить, чтобы не было таких проблем? Ну, это процесс небыстрый. 30 лет уже капитализм строил. 30 лет мы кормили зарубежные страны своими туристами, понимаете? То есть хватит кормить Европу. Да, а на себя мы внимание стали обращать только сейчас. Я считаю, что у нас ориентир на внутренний туризм появился совершенно недавно. И то он был такой-то, какой-то кривой, вот с перекосом все равно на зарубеж. Но когда закрылось все благодаря пандемии, да, тогда мы уже вынуждены полностью заниматься своей страной и, в общем-то, и направлять уже и инвестиции, и нацпроекты, и все. Сейчас очень серьезный инструмент развития – это нацпроекты. А туризм что? Это инфраструктура, прежде всего. Дороги. Дороги, средства размещения, питание, безопасность, это медицинское обслуживание, это любое обслуживание. Турист – это тот же самый житель, только временный, правильно? Поэтому ему нужно все, что и достаточно высокого качества, чтобы правильно провести свой отпуск, чтобы не случилось ничего, не дай бог, такого из ряда вот выходящего. Это большая ответственность – людей принимать. И все мы прекрасно понимаем, где у нас какие проблемы, чего нам не хватает. И, конечно, по всей стране сразу поднять туризм у нас не получится. То есть надо выделять точки роста, надо смотреть, какие благоприятные условия для этого созданы, в каком регионе. А Тверская область является такой, на ваш взгляд, точкой роста? Вот действительно это туристический регион, на ваш взгляд? Или это больше из уст властей наших, а на самом деле мы ничем не лучше, условно говоря, Рязанщины, там, я не знаю, там, в Овщине и так далее? Ну, как сказать, если... Только надо говорить, как есть. Если, допустим, когда в новогодние праздники все сидели и жили тем, когда же они закончатся, потому что туристов было столько, что вот и все, ну, это с хорошей точки зрения, все плакали от того, что много туристов, соответственно, там есть выручка и все остальное. И хочется, чтобы такая нагрузка на бизнес, она была, и тогда будет и развитие. И, конечно, мы сейчас достаточно все равно в сложных условиях работаем, это и сама пандемия, и требования там излишние в связи с этим. Но, тем не менее, вот Тверская область, я считаю, что это один из уникальных регионов, которые вот у нас самые денежные потоки, и Москва-Питер, они все у нас, мы просто должны правильно это все позиционировать, продавать и создавать новые объекты, чтобы было что продавать. Создаются объекты, да, на ваш взгляд. Просто губернатор много говорит, и действительно, я тоже ездил, дороги делаются немало, вот то, что в Андреапольском направлении много раз уже озвучено. Вот вы согласны, что в регионе действительно делаются дела, чтобы привлечь туристов? Видимо, да. Я могу сказать только за себя. И мне, когда я попыталась, у меня был такой период, когда мне захотелось работать на внутренний рынок, потому что мое турагентство это классический выездной туризм, не обязательно за границу, вот, например, если меня спросят Байкал, я смогу предложить Байкал, Алтай, но вот именно Тверской областью я решила вот позаниматься, мне стало это интересно. Мне было очень тяжело, скажу честно, мне было тяжело, я от этой идеи отказалась. Когда было это? В том году? Два, пять? Ну, наверное, года четыре назад, я попробовала, четыре, может, пять. Я отказалась от этой идеи, потому что, знаете, ну... Московские туроператоры. Да, это вот как-то, вот именно этот весь поток, он как-то распределен. Тверь, наверное, с одной стороны мы какой-то получаем, там, бонус от того, что мы находимся между Москвой и Питером, с другой стороны это все вот нас касается мимоходом. То есть, ну почему тяжело было, что не так было? Вот, ну, знаете, моя вся работа свелась к тому, что я должна была выходные, то есть у меня есть законные выходные, а туризм это вообще сложная такая деятельность, это работа 24 на 7, а тут еще именно на выходные приходились запросы приезжих туристов, тех же из Рейдисона, которые такие приехали и вдруг решили, что им хочется экскурсию по Твери. И нужно было им это обеспечить, и все это за, ну, прям за очень маленькие деньги. То есть, во-первых, это не прибыльно абсолютно. И работа такая вот очень сложная, прям, ну, вот какая-то на износ. И, наверное, хорошо тем, кто на это поставил все, скажем так. Или ты занимаешься только внутренним туризмом, или ты занимаешься там остальным туризмом. Потому что тут надо иметь какие-то свои автобусы, нужно иметь свой штат там гидов-экскурсоводов. И тогда, да, это вот вести туроператорскую деятельность внутри Тверской области. Ну, честно, я думаю, что это может просто потянуть мужчина. Честно, мужчина. Это нелегко. Это прям нелегко, и мне было сложно. Ну, я еще считаю, у нас не очень много, конечно, экскурсионных объектов, которые, ну, мне так показалось. Опять же, если взять наш несчастный речной вокзал, который мог бы быть просто вообще, просто, я не знаю, бриллиантом в нашем городе, это, во-первых, у меня находится офис недалеко, я всегда выходила на этот перекресток, я его видела, мне он просто радовал глаз. И то, что сейчас он вот рухнул, его нет, это... Ну, подождите, ну, хорошо. Я согласен, что сейчас наш бриллиант потускнел, но, с другой стороны, вы вспомните, он ведь давно уже не функционировал, как речной вокзал. Так вот об этом все и говорят. Почему бы он не функционировал? Не водили, то есть, насколько я понимаю, максимум, что происходило, туристы поводят вокруг этого вокзала, скажут, вот это речный вокзал, построенный среди садов и так далее. Нет, ну, а как вы думаете, вот вы как думаете, кто должен, на чьи деньги он должен был быть восстановлен? Как парень? Деньги собственника. Вообще, это очень сложный вопрос. Вот, нет, вот, нет, я вот к чему, понимаете? Там, начиная с фундамента, там очень... Говорят, его в часаевские времена признают, что надо сносить или разбирать, потому что он был построен очень плохо. В часаевские времена, говорят, на самом деле было обследовали. Ну, может быть, ну, ладно, хорошо, речной, еще раз говорю, все равно, ну, по моему понятию, я сейчас сразу представляю, как турист, ну, походите вокруг него и все. При том, что там Ленин, там речь не толкал, Екатерина II там не была, а у нас, к примеру, за несколько лет добавился такой значимый объект, как Императорский дворец. Но он всегда был, и прекрасно, что он был. Там последние, как раз вот эти самые 20 лет, там было открыто 5 залов, он был в таком состоянии, что на него смотреть надо было только закрытыми глазами, не издалека. Да, я помню, какой он был, какой стал. А сейчас добавился такой мощнейший, понимаете, просто вот вы говорите, мало таких объектов, как Императорский дворец, у других регионов нету. Нет ни у Ярославля, ни у кого, потому что это настоящий. Да, это не барская усадьба какая-то местная. И не путевой дворец, да. Это именно Императорский дворец, таких объектов есть только в Москве, Петербурге и в Крыму. В Крыму, да. Может, Мариинский дворец в Киеве. Вот еще, понимаете, то есть это мощнейший объект, где действительно не просто вокруг походить и все, где можно водить долго экскурсии, там все эти картины и так далее. То есть разве это не мощный такой объект притяжения? Да, ну, конечно, мощный. Но почему надо все время себя чем-то ограничивать? Если есть возможность было там отреставрировать и сделать, а что-то еще. Потому что мне вот это... Ну, сейчас идет работа по организации других объектов. В том числе просто этот процесс не быстрый. А что будет с речным? Вот эти вокзалы. Будет, все нормально будет. Мне кажется, вот... Проект сейчас разрабатывается. Да, мне кажется, сделать там ту же гостиницу, там тут же какой-то центр, чтобы погуляли люди, приехали погуляли. И, насколько я помню, я однажды присутствовала, да? Не единожды, но на одном из совещаний, которые ведутся по поводу Тверской области, там было сказано так, что если бы там необходимо сделать заправку, я правильно понимаю, чтобы у нас останавливались сюда с ночевкой. Есть такое вот у нас в этом плане реконструкции? Вообще с заправками на воде достаточно большая проблема. Мы выступили Тверская область инициатором поправок закон, потому что у нас на данном этапе... Вот это очень правильно. Да. На какой стадии сейчас это находится, не могу сказать. А как раньше, когда еще в советское время про движение теплоходов было развито у нас? Там не теплоходов, это касается маломерного транспорта. То есть это катеров и личного транспорта речного. Ну, это проблема, на самом деле, организовать такую заправку. Большая проблема, потому что бензин становится несколько дороже, там, на пару рублей, и это уже становится нерентабельным для предпринимателей. Ну, в общем, это такая... Это, понимаете, в туризме, куда ни коснешься, везде какой-то клубок проблем. Потому что идет стык вообще регионального какого-то, муниципального, федерального какого-то законодательства. И чтобы вот эту вот проблему решить, надо вот этот клубок проблем распутать и выработать решение определенное. Потому что внутренним туризмом никогда никто не занимался. У нас вот только в советские времена были, там, допустим, Золотое кольцо, там, Пушкинское кольцо наше региональное. Да, и вот так вот только у нас туристы и двигались. Ну, из Москвы в Питер ездили еще, да. То есть вот такого глобального туризма его как бы не существовало. Были там определенные гостиницы, где отдыхали. Был государственный детский отдых, который сейчас тоже будет поддерживаться. То есть все было понятно. А со времен перестройки у нас же ничего не происходило. Как у нас было когда-то, так оно и осталось. И сейчас вот очень сложно, но потихоньку вопросы решаются. И потому что надобность как бы уже назревает. И, в общем, я считаю, что динамика у нас будет достаточно серьезная. Ростуризм набирает обороты. Вот, очень активные люди работают в этой структуре. И я вообще считаю, что ориентир, когда не было ориентира на внутренний туризм, это не было ориентира вообще на внутреннюю и политику в том числе. И сейчас с помощью туризма будет решаться достаточно большое количество проблем. А можем мы как-то американские опыты позаимствовать? Известно, что американцы, они очень много путешествуют по своей стране. Даже зачастую они больше никуда не есть, но что им интересна своя страна. Они считают, что у них там все есть. И зачем им как раз тот самый турецкий? В перевозке главная проблема дорогостоящая. Я думаю, что у нас опыт этот, он приживется легко, если мы все сделаем, организуем, и вот эту инфраструктуру будем выстраивать. Потому что я соглашусь с Ирой, это как только начинаешь копать в какую-то сторону, там действительно огромный клубок проблем, который действительно не решался системно. Вот предприниматели не решить эти проблемы. Не решить. Все время идут на стыки, что на грани, что сейчас меняли... Или оштрафуют, или меня сейчас это... Или я это продам с рисками. То есть это... Ну даже вот сейчас остров Спировский сделали там туристским парком. Это даст возможность там решить вопрос по размещению там приема туристов. Потому что до определенного времени там это было грубейшим нарушением, потому что это особо охраняемая природная территория, со всеми вытекающими оттуда последствиями. А ОПТ это, ну, для туристов самое притягательное, это что? Экологическая чистота, да? Это нетронутость места и все остальное. То есть это все должно быть цивилизованно и регламентировано правильно. Тогда бизнес понимает, по каким правилам играет, за что он действительно несет ответственность в случае там нарушения каких-то там регламентов. То есть это еще все непросто. И мы об этом еще поговорим. К сожалению, наш эфир подошел к концу. По правилам нашей игры мы должны выйти из эфира. Была программа «Тема дня». Спасибо большое, уважаемые дамы. Мы сегодня говорили о туризме, в том числе и о внутреннем. Поэтому будем надеяться, что действительно в этом плане все-таки наш, в том числе, регион будет развиваться. Была программа «Тема дня». До новых встреч. Спасибо. Спасибо.